не ошибаюсь только ничего не делать не надо понимать как делать нужно прочувствовать как делать не упражнения решают и дают результат а качество выполнения этих упражнений да ты и толстеешь потому что ничего не ешь тело выполняет все команды нашей башки башка у нас дурная вообще я не знаю у нас волгоградской области все с чеками ездят в принципе потому что но это у вас и я счет для меня для машины зачастую люди ездят с чеками с этими тоже но люди все много и щеками ездят знаешь и на жизнь по-другому смотрят просто у каждого есть свои приоритеты есть свои кайфухи я вот например но не могу если у меня с машина что-то не то вот у меня это должно быть приближено к делу а на этой неделе тренировки в москве все закончено я должен еще приехать в субботу у нас будет съемка я завтра дам подтверждение на это на youtube будут ребята снимать там какая тематика тематика люди которые побывали на олимпии серега шелестов у меня позвали гусев не прилетит нет тематики меня на самом деле когда меня зовут на мероприятие если зовут значит зовут о чем поговорить и всегда найду если это в моей компетенции единство прошу что что не получилось там приедешь и ты вообще ничего не понимаешь о чем-то и по мероприятию вас есть тема на которой вы встречаетесь а дальше как вот будет до в разрезе или есть там сцена и что-то такое глобал это сценарий я даже ну отделяется какое-то время идет съемка беседы у много людей все он собирается там таких в одном месте серьезная тусовка что пьет александр с какой целью интересуешься гуарана это мой продукт который мы делаем энергетик я его редко использую перед тренировками я чаще его использую тогда когда нужно еще какие-то дела поделать больше то есть ну в этом за рулем езжу в москву туда-обратно будет одним днем например нужно приехать дела поделать вот этот момент когда нужно сконцентрировать внимание вот я люблю выпить или просто что-то как настроение там погодка что-то как-то так не очень вот тоже выпиваю действие просто очень мягкая вот она так немножко снижает эту вот усталость и поднимать немножко настроение а я напрямую пью перед тренировкой вчера когда затянули стройку перед тем как принимать работы уже в ночь и у меня такая торчит гуарана сумки я не смотрю она мне прям подмигивает выпей меня выпей меня выпей меня я выпил мир изменился и строители уже такие полувялый и я захожу такое да 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 нарядный такой да на позитиве тренировки то закончились вадим приходилось на тренировке вадим был вадим взрослый дядя которым тренировку снимали как у него вообще после предыдущей тренировки по количеству упражнений он же дублировал грубо говоря вашу тренировку я спросил вас подошел зачем он так делает изначально то а потом вы сказали что ну человек так просил пообщавшись с вадим я понял что какая-то масса энергии у человека в этом возрасте это вообще мощно и сегодня ощущение после мне интересует после той тренировки которая кстати вот но будет на канале но и все прям увидят что это было мощно с точки зрения там нагрузки на организм он какую обратную связь дал ну им во первых если бы ему не понравилось он бы наверное сегодня уже не пришел это раз во вторых мы выявили проблематику тренировочного процесса и над которым мы сегодня просто работали то есть мои тренировки они проходят просто а давай штангу потягаем я всегда люблю докапываться до людей именно я подчеркиваю докапываться и всегда прошу чтобы приходили с какой-то конкретной целью задачи что не получается ломать то что у людей выстроено потому что порой бывает есть профессиональные спортсмены которые приходят хотят потренироваться им просто нужна еще дополнительная мотивация так встряхнуться например да это отдельная история вот где-то кому-то что-то набрать технику немножко подправить вот всегда у каждого из них есть уже наработанный пул и вот я себе ставлю задачу не ломая то что у людей уже существует преобразить их опыт который у них набранный ну дополнить моим опытом и причем сразу говорю что не подходит мы всегда работаем в таком формате что не то что я говорю что надо делать а он делает я подсказываю формате давай попробуем вот так вот так вот так и что чувствуешь я заставляю человека больше сканировать свои ощущения для того чтобы потом разбор и он мог нужную информацию для себя вытащив с этой тренировки потом применять дальнейшем вот и конечно с вадимом получилось такая история что мы уткнулись в то что большой локтат сегодня кстати локтат у меня тоже был большой но сегодня по причине сейчас но так кфк то низкий в итоге это отдельная история то есть мы сегодня я настраивал по по тем параметрам которые он делает мы тогда в акт получили высокий то есть у него кислородное голодание по причине того что напрочь сбивалось дыхание сегодня в некоторых упражнениях мы выявили такую динамику при которой начинает чувствовать что так ему действительно легче так кем показываю дышать ему легче становится сразу перестроиться человек тем более в 62 года учитывая то что нужно тренировалась у него есть какой-то опыт уже есть по его мнению какие достижения определенные то есть это психологически человека не переделать за раз но когда ты сеешь зерно важно чтобы дали дались пророст вот сегодня проросточки есть дальше как он за этим будет смотреть или он разовьет из прогрессирует еще сильнее сделав но или может быть пойдет своим путем это вопрос уже следующий мужем мужики как мы считаем себя мега сильными мы никогда не признаемся что мы устали слабым и носили воли можем тянуть и этого самое большое заблуждение сегодня до тех пор пока мы не будем реально воспроизводить свой организм его чувствовать мы будем всегда проигрывать в достижениях всегда бы проигрывать то есть надо отдавать отчет что мужчина это тоже слабое существо которое в принципе может устать и может какие-то дисбалансы это доказываю скорее живое живое существо которое точно такое же как и все остальное которое присущено чувство сострадания более все остального именно поэтому когда мы приходим на тренировку с кучи там вопросов проблем осознание непонимание не догоняем что-то да мы начинаем все это гонять себе зачастую на тренировках бывает такое что когда ты преподаешь человеку то или иное движение он пытается вместо того чтобы его прочувствовать он хочет его понять это самое большое не надо понимать как делать нужно прочувствовать как делать сейчас на меня наставлена камера да ну грубо говоря вот герман оператор да он чувствует как надо снимать есть понимание только на уровне того что нужно держать камеру но все остальное происходит чувством то чувство ракурса чувство такта чувство передвижения это все идет на чувствах то вот почему в профессиональной деятельности мы можем чувствовать и делать а параллель провести в другой отрасли мы идем через понимание и вот это самая большая проблема с которой я сталкиваюсь сегодня в повседневной деятельности тренирую ребят это касается и профессиональных спортсменов это касается новичков и бизнесменов кого угодно то есть везде одна и та же вот история когда нам приходится полностью перестраивать мышление и сегодня я часто скажу что я очень рад что но у меня это получается и опять же я здесь ни в коем случае не перехожу дорогу ребятам которые какие-то там разрабатывать методики да это все имеет право существования ничего не оспаривают просто показываю на своем примере ну и на своем примере что что я достиг до каких-то моментов но опять же мои достижения они не все могут подойти именно именно методика достижений и все может дать поэтому на основании этой методики я научился выстраивать параллели нужных отраслях но все это связано как бы не по шаблону потому что опять же если бы был определен шаблон у меня была бы уже школы и по этой школе мы как бы вели занятия сегодня разработка ведется же не с точки зрения там просто вот такая школа вот такие упражнения нам так делать нет сегодня задачей и вот наша история то о чем мы с тобой говорим и что мы сейчас создаем новый продукт и тогда когда люди научатся под контролем то есть мы их контролирую вот нашим новое про проекте научим их чувствовать чувствовать себя чувствовать и анализировать свое мышление свое так тренировочный свой процесс и это потом будет выкладываться определен анализ и интересно будет спустя какое-то время наблюдать за этим анализом что будет происходить и вот там в надежде что будут развиваться чувства которые будут приводить к мышлению целеполаганию и достижению результата для себя самому для себя самого в первую очередь конечно это конечно для себя самого вот потому что грубо говоря когда ты тренируешься на результат ты конечно цели поставишь то в основном да я хочу там за там месяц спросить там 5 килограмм ну как целеполагание это такая оля мечта за которой ты стремишься очень крутая но дальше хотеть не вредно вредно не хотеть нужно по этому поводу что-то делать а здесь нужно так сильно желать так вот данной ситуации нам нам задача чтобы возродилось это желание с четким убеждением этого желания и тогда результат гарантирован 95 процентов я бы сказал что это больше фундаментальное здание вместе с прикладными которые в итоге дают фокус внимание и возможность найти себя самого с грамотным наставником они тупое выполнение последовательности чего-то для получения какого-то непонятного для кого-то результат как понимаешь момент еще грамотный наставник вот кто такой грамотный наставник сегодня мы всегда у который уберегаете от ошибок ошибки подожди я хочу сказать что не ошибаюсь только ничего не делает раз самое главное чтобы не было вещей которые человек доносит до другого полагаясь только на собственном опыте для меня было первое когда я начал тренировки я в принципе очень сильно переживал и у меня было одно видение то есть мой тренировочный процесс и я считаю мой тренировочный процесс он для всех одинаковый ну вот так надо тренироваться потому что я вот стал таким да я так вот накачался но прикол в том что нет и я потом думал что программы должны быть разнообразные то есть у меня были качели сначала я думаю что программа должна быть так вот как у меня, да, вот такие упражнения. То есть изначально же у меня был метод, который был у меня, который мы с отцом создавали, там меняли что-то. Но я потом вышел, думал, понимаю, что вот эта программа самая крутая, и она является основной. Ну здорово. А потом так получилось, что, полагаясь на чувства, я же понимал, мы же делали сначала вот эти упражнения, потом вот эти упражнения. Вот эти упражнения я хорошо чувствовал, а вот эти не очень. Проходит время, и как я что-то вот те упражнения, которые хорошо чувствовал, стал плохо чувствовать, а те, которые плохо чувствуют, стал хорошо чувствовать. Парадокс. Интересно. То есть физиология поменялась. Потом дальше начинаю анализировать по плане питания. Раньше, опять же, вот макароны для меня, там были вот эти бантики итальянские, это для меня вообще углевод, который меня просто с него надувало. Ну круто. Ну надувало, прям чувствовал, так вены налезали. Все, это вот чемпионат Европы, все было круто. Потом как-то все это хоп, растворилось. Так как бы он перерывчик. Потом я понял, что оказывается, меня очень хорошо дует на просто лаваш и жирное мясо. Причем очень сильно так прямо вот насыщает. Но тогда, по тому мышлению, по-старому, это в те далекие времена, у нас был стереотип, что форму можно сделать только на рисе, на курице и на яйцах. Все. Ничего другого есть нельзя, потому что это самые хорошие продукты. И даже в голову не приходило о том, что можно было воспользоваться этим лавашом и этим мясом для того, чтобы проводить качественную загрузку. То есть, насколько все это было по-другому, да? Но, тем не менее, процесс-то шел, и я прогрессировал. Мы, конечно, сегодня не можем понять, как это было бы, если бы это было по-другому на тот период времени. Но оно было так, как оно есть. Проходит время. Если брать то время, то, например, грубо говоря, картошка для меня вообще продукт неприносимый, у меня вздувался живот, это такое неприятное ощущение. И сегодня картошка самый мой любимый продукт, который у меня хорошо усваивается, из которого меня наполняет. Запеченная просто там или на костре, или в нагриле, в духовке. Самый хороший продукт, в фольге особенно. И что самое интересное, макароны ушли вообще даже не на второй, не на третий план. Они сегодня просто для меня стали тяжелым продуктом. Насколько организм может со временем меняться, 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 меняться. Это мы про питание. А что же говорить про тренировочный процесс? Когда у нас от тренировки в тренировки, изо дня в день у нас разное настроение. Мы сегодня подвержены. Это мы просто даже не замечаем порой. Но будучи под сильным воздействием окружающей среды с точки зрения нервных потрясений, мы реально очень уязвимы к травмам, к болезням, ко всему остальному. Поэтому потом уже, со временем, я сегодня тренировочный процесс выстраиваю совершенно по-другому. Когда мы с Володей Яковлевым тренировались, у меня был определенный план, который раскидал, и мы с ним согласовали. Но ни одна тренировка не повторялась. Твоя тренировка, которой мы тренируемся, она тоже не повторялась. Есть план определенный. То есть мы сегодня, грубо говоря, же с тобой делали упражнения, которые всегда делали, но они по-другому были сделаны сегодня. Абсолютно. Каждый раз я что-нибудь новое делаю. А как я это делаю? Я делаю относительно, смотря на настроение своего подопечного, в каком он сегодня состоянии. Моя задача его все равно вернуть в исходное, чтобы центральная нервная система отдохнула, а мышцы получили нагрузку. Они получат ровно столько, насколько он сегодня готов ее получить. Это касается восстановления, как сон, и питания. И какая нервная обстановка у нее была. Если он загружен там, значит потихонечку, потихонечку, потихонечку нам нужно отвлечься, проговорить где-то, отпустить и потом только начать. Поэтому невозможно сегодня, если по плану у нас ноги и приседания в 200 килограмм, я могу, конечно, написать эту программу, но человек придет неподготовленный, я его просто убью. Это моя зона ответственности. Ему сегодня нужно дать только ту нагрузку, на которую он сегодня способен, на которую он готов. И, конечно же, это получается как? Это все очень индивидуально. Порой мы ведем дневники, да, и мы с тобой говорили, у нас в плане есть дневник, это только дисциплина. Фокус. И фокус, внимание. Но не более того, он должен быть. Но ориентироваться на него, как прожег того, что я вот месяц назад сделал столько повторений с таким-то весом, а вот через некоторое время там у меня прогресс, круто. Или, например, регресс. Но надо учитывать, при каких обстоятельствах был поставлен тот или иной рекорд. Может, просто эта музыка какая-то забойная у вашего детства, когда у вас впервые вы были на дискотеке и влюблялись в девчонку. Хорошо, когда есть возможность потренироваться с вами. Мы поднимали этот вопрос, да? Но когда хочется найти новое здоровое зерно и поселить у себя, так же, как вы говорили. Ну, сегодня я вот только через онлайн-ведение с ребятами, но опять же, те, кто очень жестко выполняет все условия, а жесткие условия, это как онлайн-ведение у меня, да? То есть мы, у нас есть программа питания, БЖУ, опять же, я пишу только белки, жиры, углеводы. А из чего они получают, это их задача. Вот, найти себя. Я учу их анализировать, то, из каких продуктов они должны получить. Ну, суммарно вот это, да? И потом мы начинаем уже играть, там, я уже даю рекомендации относительно этого. Потом дальше они снимают видео, видео упражнений, которые присылают мне в отчете. Я сначала очень жестко всегда их отслеживал. Вот не поверишь, я как бы старался как можно больше, 2-3 дня их смотреть. Вот это мощная фишка. А сегодня они мне их присылают, и я, бывает, специально держу долго, не отвечая на них. Они начинают злиться. И пересматривать? Нет, они, нет, они. Вот кто начинает пересматривать, это уже люди, которые в теме. Потому что я говорю о том, что они присылают видео сначала для меня. Я один раз откомментировал, второй раз, по большому счету, он делает его уже для себя. То есть он получил уже инструкции, и он, посмотрев на себя со стороны, должен увидеть, правильно он сделал или неправильно. Вот это называется анализом и ростом в тренировочном процессе. Но когда он посмотрит, он должен сейчас сопровождать чувство. А я считаю, что это очень важно. И когда человек действительно начинает свято верить, и причем, более того, потом, это не моя заслуга. Моя заслуга их только подтолкнуть, направить. А их задача – найти этот путь. И самое вот, с чем я сталкиваюсь, ребята там, например, мы списали программу тренировок. Какая-то программа тренировок идет. Он сделал неделю. Когда у меня следующая программа тренировок будет? Или, например, там, 2-3 недели. А я же понимаю, что даже то, что мы сделали, идеально еще не доходит. Ну, с точки зрения, там, есть критерии, которые тоненькие шлифовки мы проводим. Уже ребята, которые приходят на персональные тренировки, мы тренируемся. А есть, ну, просто грубые ошибки, которые просто не заходят. То есть мы еще не там. Так вот вопрос. Смысл? Ну, с теми же другими упражнениями будет то же самое. Мне не сложно дать новую программу. Но люди не понимают, ребята, что не упражнения решают и дают результат, а качество выполнения этих упражнений. Не количество повторений, а качество выполнения каждого повторения. То есть мы, грубо говоря, да, удобрять не хотим, но плоды хотим пожинать. Поэтому здесь все закономерно. Есть четкие параллели, которые мы можем выстраивать. Во всем этом процессе есть много направлений деятельности. Их как-то совместить нужно. А с помощью кого совместить, если мы говорим об идеальном результате и подготовке к соревнованиям, то это команда. Вы говорили всегда про команду. Существует вот некая команда, и я вот... Я тебе так спрашивал, да. Сегодня, если мы говорим про команду, моя команда, которая была, когда я готовился к соревнованиям, это, опять же, я могу перечислить. У меня был тренер. Это папа мой, близкий тренер, который был для меня и как бы и наставником, психологом, и тренером, и отцом, и другом, и все. Это первое, да. Второй у меня был опять человек, который меня курировал по фармакологии, с которым я просто смотрел, корректировал с ним питание. Это определенный человек практического опыта был. Это не какой-то нутрициолог там в то время, да. То есть они менялись у меня постоянно. То есть сначала с одним и поработал, потом с другим. Ну так звезды складывались, не с точки зрения... Они все принесли мне плоды. Это не означает, что я кого-то там хаю, что он там плохой, этот хороший. Ни в коем случае. Каждый из них, с кем я работал, он принес в мою жизнь определенный опыт. И я прошу всех людей, которые... Вот ребята, которые сейчас будут смотреть. В нашей жизни с нами просто так ничего не происходит. Для чего-то нам это нужно. Ну то есть, грубо говоря, посмотреть раньше. Я готовился к Свешневским. Но есть варианты. Да, конечно, с Свешневским мы готовились по старинке. Ну, с Свешневским я стал чемпионом Европы. С Свешневским я выступил с Колуном и Катлером. Потом был Саша Кадзоев. Ну, потому что Александр Вишневский уже потом у меня был перерыв еще какое-то время, да. Потом с Сашей Кадзоевым. У нас просто была такая история. Мы тренировались, тренировались. Он говорит, ну когда ты его соберешься? Я говорю, я соберусь тогда, когда ты начнешь меня готовить. Ну и когда пришло время, я вроде как решил подготовиться. Я к нему пришел, говорю, Сань, я говорю, я 8 лет не в теме. Вообще, что в индустрии произошло? Мне нужна твоя помощь. Вот таким образом в команду человек мне нужен был, на который я смотрел, мне очень нравилось. Он всегда показывал классную форму. Потом появился еще Боря Ушаков, с которым я выступил уже позже, вот эту форму с Биг Рами. Он тоже внес в мою жизнь определенные корректировки, изменения, да, когда я зашел уже на новый уровень. Но это все было через подачу, что я в это свято верил. Не просто тупо человек говорил, делай, как я сказал, и все. Так не работает. Работает только через понимание, когда человек свято в это верит. Я прошу всех тренеров понять, о чем я говорю. Они, конечно, могут говорить, что я крутой, я сказал, так пускай и делает, и все. Не будет результата, такого, какой он может быть, если человек, ваш подопечный, будет вам верить. Не с точки зрения того, что вы сказали, а с точки зрения, что он сам прочувствовал это и в это поверил. Это совершенно другой уровень. Это совершенно другие результаты. Совершенно другие. Вот эти люди меняли. Потом был постоянно массажист, который, в принципе, знал бы я об этом раньше, не было бы такой симметрии у меня на спине. То есть, по-первых, с массажем я пренебрегал. Это вот только мое возвращение уже последствия. Я начал увлекаться массажем, и это принесло плоды, особенно после травм, потому что травм позволял этот перекос делать. Всегда приходилось контролировать относительно левое и правое плечо, потому что правое плечо я не чувствую с точки зрения связок. Мне приходится угловой корректировать, потому что только сейчас вот как-то с помощью массажа это все выровняется. То есть, я встаю и ровно. А раньше, даже когда я выступал, мне приходилось искусственно плечо задирать, чтобы для зрителей это было ровно. Потому что, если я вставал для себя ровно, то для зрителей я был косой. То есть, у меня завалилась одна лопатка. Это связано с тем, что своей связки нету, иннервации отсутствуют. Поэтому все, что со мной происходило, для чего-то мне это нужно, и сегодня я готов этим делиться. Но делиться только тем людям, которые это хотят. Которые хотят действительно в своей жизни как-то развиваться, прогрессировать, брать опыт. И это не означает, что я говорю, делайте так. Нет, вы просто, может быть, вам это пригодится. Самое главное, чтобы, например, таких же ошибок, как моя травма, не было. Да, вот с этим я и делюсь, говорю, откуда берется все это. Микротравмы откуда берутся. Все думают, что это становая тяга, срыв спины идет от неправильной техники. Да не факт. Можно, грубо говоря, наклониться и спину сорвать. Никто почему-то об этом не задумывается. Просто тупо, вот здоровый мужик может просто наклониться за носком, или тапок там одеть, там кроссовок завязать, и защемило спину. Сорвал спину. Нет, ну он всегда сорвал на становой тяге. Нет, становая тяга была только лишь последним провокатором накопившейся проблематики по нервной системе. Потому что зачастую у нас нервная система, когда перегружается, у нас на первую очередь снижается иммунитет. А у кого иммунитет посильнее, грубо говоря, накапливается, это где-то в других местах, там, в суставах, связках. В основном связки. Суставы, как правило, они там разрушаются, они часто... В основном это связочные аппараты, когда плечи болят, локти начинают болеть, колени свербят, еще что-то. Плюсом еще немножко неправильная техника. И все. Там зерно поселилось, и рано или поздно там стрельнет. И никуда от этого не деться. Поэтому наша задача сегодня научиться заботиться о своем теле. Сегодня мы живем настолько безрассудно, когда тупо тело выполняет все команды нашей башки. А башка у нас дурная вообще. Когда телу нужно отдохнуть, башка что-нибудь придумает, а давай еще куда-нибудь побежали, что-то делать и делать. И я еще раз повторяю, уже не первый раз, обратите внимание, мы почему-то на отдыхе никогда не болеем. Почему? Да потому что на отдыхе мы заботимся о своем теле. Мы купаемся, отдыхаем, загораем. Мы не привязаны ни к какой проблематике. Мы не перегружаем нервную систему. Нервная система я называю тело. И как только мы возвращаемся опять на круги своя, мы начинаем бежать, бежать. Мы быстро устаем, наш энергетический запал теряется. Ну и грубо говоря, начинаем перегружать. Но нет, мы же сильные, сила воли. Надо, надо, надо. Телу нашему нахрен ничего не надо, тому что нужно голове. И поэтому тело начинает бастовать. Это точно так же, как люди, например, начинают толстеть, когда, в принципе, говорят, я ж ничего не ем. Почему я толстею? Да ты и толстеешь, потому что ничего не ешь. Тело бастует, потому что оно хочет есть, а ты не даешь. Пример, опять же, еще раз, очень простой, это самолет. Когда мы летим в самолете и не пьем воду, мы начинаем отекать. Стоит нам просто начать обильно пить в самолете, мы перестаем отекать. Но при условии того, что с гормонами все в порядке. Ну, парадокс. Это по примеру того, что, опять же, просто бутылка воды пластиковая наполненная, она же не сужается, а пустая она сужается. Так вот, с организмом, если в нем недостаточно жидкости, организм начинает сжиматься. Это стресс. Как стресс он начинает защищаться, значит, накапливает воду. Где? Под кожей. Это я просто примитивными языками, наверняка, доктора найдут это научное объяснение, но я говорю просто вот обычным языком, и хочу, чтобы просто донеслось. Все это проверено уже на мне. То есть, когда мы говорили, там, перелеты в Америку, но за перелеты в Америку, когда мне нужно воду было гонять без мочегонки, летал бизнес-классом для того, чтобы просто поближе к туалету сидеть. Я много пил воды. Я с самолетов сходил, хоть на сцену выходи, никаких котюков не было. Есть такое понятие, как медицина, конечно, и в медицине есть очень много вещей, которые противоречат чему-либо. Но здесь я не буду ни в коем случае не спорить, ни кого-то в чем-то убеждать, но я просто прошу немножко сопоставлять факты происходящего в нашей жизни. Потому что порой бывает в медицине есть вещи, которые, ну, они вроде как научно доказаны, а вроде наша наука потом через некоторое время начинает уже опровергать то, что уже было доказано. Потом наоборот и что-то. Если разобраться, то, в принципе, человеческий организм изучен, ну, всего лишь максимум, наверное, на 30% от того вообще, что мы умеем делать. Потому что есть вещи, которые, ну, медицина не может объяснить, как это происходит. Люди сами к себе притягивают то, что они хотят притягивать. И к ним не придет то, чего они очень сильно боятся. Ну, то есть наоборот, я имею в виду, если человек этого всегда боится, когда он чего-то боится, он всегда к этому притягивает. Ну, так получается. То есть как только провоцирует он, вот, например, я не пойду в баню, потому что у меня голова болит. И ты понимаешь, что у него не от этого, а у него не от бани головы. Ну, значит, логически я понимаю, что просто неправильно баня или еще что-то, да. Может быть, ну, если с головой, ну, то есть если, в принципе, вообще нет каких-то заболеваний серьезных. Да, но по большому счету, голова у него уже точно заболит, потому что он ждет, что у нас заболит. Ты что, даже есть не пойдешь? Есть, пойдем. А давай что-то в концовочку все, черным, черным экраном. Герман, у меня другая шутка. Если, не дай бог, что-нибудь случится именно с этой записью, то тут лес рядом. Что, пошли есть. Продолжение следует...